привет привет дорогие друзья мы с вами снова на канале don ballon подписывайтесь обязательно пишите комментарии ставьте лайк этому видео и в этом уроке мы с вами рассмотрим шар сюрприз ну просто шар сюрприз рассматривать наверное смысла нет потому что большинство из вас знает как его делать также есть очень много уроков но это необходимо показать я сделаю его именно таким как делаю его я как мне это удобно делать и в этом шарике мы сделаем два новшества новшество номер один шарик будет наполнен нас не круглыми шарами а сердечками и скажем так новшество номер два шарик у нас будет с вами летающий то есть гелевый во первых я хочу рассказать о времени полета такой шарик летает сам по себе порядка суток двое и шарики которые внутри него будут надуть они будут сохранять летучесть ну до пяти дней это сто процентов проверенным просто шарик идет без обработки вот обычно такой прозрачный метровый до внутри у него будет около ста сердечек и соответственно все сердечки будут наполнены гелием и сам шарик будет наполнен гелием так как он без обработки то пор как бы поры латекса будут гели пропускать поэтому сам по себе шарик не будет летать так долго как обработанный метровый это нужно учитывать значит нам для работы понадобится всего лишь обычный метровый воздушный шар ну как метровый он идет до 36 дюймов 100 сердечек и каждый из этих сердечек предварительно нужно подготовить как мы их готовим так как сердца это довольно капризный шарик я вам сейчас просто покажу обычное сердечко она надувается гелием и если его не раздувать предварительно летает на самом деле не очень хорошо я специально его обработаю сейчас и покажу вам надуты его с гелием уже вот я его видите как сильно надула он формы некрасивой получился да соответственно мы его завязываем и она не летает но для того чтобы этой проблемы не было вариант номер один можно обрезать хвостик а вариант номер два его предварительно нужно раздуть сейчас это мы и сделаем смотрите мы берем шарик сердечки очень сильно раздуваются когда их ну первый раз это делаем соответственно насосиком все надули сдули обработали надули гелием и она у нас уже будет не такой дурацкой формы будет гораздо лучше выглядеть и прекрасно будет летать его можно свободно надувать большим здесь даже нам передула слегка она даже так у нас уже летучие но хвостик мы будем обязательно обязательно обрезать потому что иначе соответственно мы прекрасно взлетела вот такими вот сердечками нам нужно будет наполнить весь шарик я не уверена что поместится все 100 но попробуем уже 98 так предварительно все шары раздуваем друзья я надула все воздушные шарики надула сдула соответственно насосиком накачала и обработала единственный нюанс как правильных надувать не когда их надуваем мы не вот так вот держим шарик просто у нас таком случае надувается вот этот вот хвост а шарик нужно засовывать поглубже внутрь шара тогда у нас надувается такой более аккуратно сердечко в каждый шар у меня вошло 3 полных качка насоса некоторые шарики лопнули но соответственно это было так скажем еще и от браковка то что лопнуло но уже понятное дело что у нас запас прочности весь исчерпан и шарик этот не лопнет у меня внутри значит мы берем метровый шар как я уже говорила мы его не обрабатываем его просто раздуваем он как бы жесткий но у него еще есть запас прочности я обычно несколько раз надуваю раздуваю это помогает также сразу исключить брак если вдруг с шариком что-то не то вот такого размера шара нам достаточно для работы с ним шарики надуваю именно воздухом значит что я дальше делаю я беру палочку для шарика насаживаю на эту палочку сердечко не вставляю внутрь шара вот таким образом ну а дальше каждый шарик последовательно один за другим мы надуваем с помощью переходничка то есть мы просто так натягиваем сердечко дано нам сам шарик надуваем по максимуму то есть я вижу что он достаточно большой вытягиваем горлышко завязываем и обрезаем благодаря тому что у нас шарик закупоривает наш вход у нас воздух не выходит соответственно я совершенно спокойно но если это делать скажем так не на камеру а в удобной позе то совершенно несложно быстро довольно делается смотрите я одела горлышко шара на насос на насадку и при этом еще придерживаю горлышко у основания сердечко надувается она у меня правильно то есть такой правильной красивой формы принципе это совершенно несложно понятное дело что с круглым шаром действия будут все те же только это будет слегка побыстрее попроще потому что шар не такой капризный так просто берем и меня это тот шарик вставили этот шарик на доля вообще обычно я это делаю все время на весу у меня здесь еще ограниченное пространство конечно очень удобно суть ясна и так один за одним каждый шар вот этот шар он не то что не летает он летает вы просто приклеился немножко видите он прекрасно летучестью обладает даже если у нас шарик вылетел конечно если бы это были круглые шары то такой проблемы вообще бы не было круглый шарик он идеально заполняет пространство горлышко и тогда она не сдувается я обязательно обрезаю пуцки во первых у нас сердечки с ними особо летать не будут во-вторых это некрасив просто надеваем здесь ну вполне кстати возможно если какой-то из какой-то сердечек вы не до конца надуете не очень эффектно и соответственно может быть она не взлетит или будет взлетать очень медленно но мне кажется это придаст дополнительную изюминку единственный еще нюанс конечно сложновато надувать сердечки в темный шар вообще любой шарик на сложновато надувать когда ты его не видишь прозрачным конечно хорошо все видно демонстративно но мы так делали вполне нормально просто нужно чуть аккуратнее чуть медленнее это делать так вот один за одним сейчас мы заполним наш шарик друзья мы с вами наполнили сердечки гелием у нас их здесь порядка 80 штук я не стала как бы делать больше но это вполне возможно тут еще поместится хотелось сказать пару слов вот он у нас буквально я еще одно сердечко сделала и он у нас уже начал слегка взлетать но он наполнен воздухом сейчас я вот например у вас там лопнул шарик если вдруг да где-то у меня тут был хвостик мы просто переворачиваем начинаем сдувать и вот у меня вот кусочек все остатки от шариков они вылетают от тут то есть проблем нет лопнул пусть остается там потом уйдет или например вот у нас шар наполнен но нету места некуда пихать мне нужно еще один да я как бы делаю просто отдувая его без проблем места там еще полно вот шарики у нас все вверх взлетают беру еще один шарик и также продолжаю наполнять да то есть ничего сложного нету финальный шарик сейчас делаю вот шар у нас наполнен туда мы запихнули 80 шаров но теперь наша задача его нужно сдуть и наполнить гелием шарик не закупорил хотел он захотел сбежать даже в сдутом состоянии он от меня убегает такой практически невесомый но это все равно недостаточно для того чтобы максимально использовать пространство под гель и чтобы воздуха было немного я хочу выкачать но я наверно устану его оттуда выкачивать а теперь нам нужно надуть его гелием у нас еще мягкий мягкий кто самый наблюдательный тот скажет что когда шар у нас был надут воздухом наши шарики были наверху а после того как мы надули шар гелием наши шарики прибило вниз это физика здесь ничего страшного нет это нормальное явление ну а теперь мы с вами его завязываем и на ленточку с грузом друзья мы закончили с вами изготовление гелевого шарика сюрприза он у нас с вами прозрачный чтобы вы все видели процессы итог а сейчас я вам покажу как он работает в действии напоминаю что у нас и сам шар и маленькие шарики надуты именно гелием поэтому шарики на должны взлететь я специально сделала такую короткую ленточку сейчас опущу шар вниз и мы его с вами взорвем так чтобы вам было все видно я буду делать это впервые в своей жизни потому что надувать шарики к лентам я надувала а вот сама взрывать ни разу не взрывала поэтому поддержите меня давайте 1 2 и так вот открою ножнички 3 да не туда убежали как вы видите какие-то из этих шариков взлетели прям ярко вверх а какие-то остались вот так вот левитировать что придает на самом деле дополнительный эффект спасибо большое за просмотр пока пока всего хорошего выкладывайте видео своих взрывов предлагайте клиентам интересные заказы пока пока